Добрый вечер, у нас с вами сегодня пятое занятие. И сегодня у нас задача потрясающая на самом деле. Мы обязательно в этом разберемся. Каков же механизм наших придуманных полос белое-черное, удача-неудача? Откуда, собственно говоря, они берутся? И почему люди так быстро отказываются от своих желаний, от своих мечт? И опрокидывают сами себя, даже не понимая причины происходящего. Значит, первое, как устроены наши мозги, что все те программы, все те заповеди, все, что тут духовными людьми или просветленными людьми пытаются нам донести, они заведомо невыполнимы, если не знать внутреннего механизма, каким же способом это все сделать. Этому можно учиться, как дзен, там 30 лет в монастыре, и там все у тебя по голове, и может будет просветление, может не будет, или где-то об стену головой каяться, о чем-то просить, что-то там писать. Это, конечно, длинный путь, длиной в жизнь, можно сказать. У нас задача с вами гораздо емче, короче по времени и должна быть в большей степени продуктивной для того, чтобы в наши непростые времена мы смогли очень быстро и качественно наложить свою жизнь с любой точки, в любой ситуации, с любым человеком. И вспоминая, как работает наше сознание, убеждение, которое нужно для себя желательно внутри принять, это выбирая трудный путь, мы не встретим конкурентов. Как только вы заведомо понимаете, что в этой жизни во всем нужно уметь спокойно, безэмоционально, очень иногда рационально разбираться. Ни одно явление, ни одно событие, ни один человек в вашей жизни, точно так же, как вы, в чью-то, не приходит за просто так. Мы все тут дружно связаны, завязаны канатами, судьбами, обязательствами, обещаниями и всем прочим. Вот давайте посмотрим, коль человек подобен Богу, и голографически, или со своим пониманием, или со своим понятийным аппаратом выстраивает свою жизнь, и вы каждый день это наблюдаете и замечаете. Она строится там, ну, как могу, как научились, тем и хожу. Так вот, и Творец этого мира, он тоже строит систему, как ни странно, по шаблонам. И шаблоны эти давно известны. Стержневая система, вот я вам так и написала. Бог, который очень давно сотворил этот мир. В этом мире есть мужчина и женщина. Две части одного целого, созидающие и знающие, которые должны познать любовь. И, собственно говоря, это первый этап, где мы с вами рождаемся. Тут у нас идиоты. Ну вот как есть. Это тот бриллиант, это инь-янь в Китае, белое-черное у нас. Там еще какие-то там всякие преобразования. Но принцип один и тот же. Других вариантов здесь просто нет. Не будет двух людей, не будет Бога в голове, как форма жития, бытия. И им нужно познать эту пресловутую любовь. Творец этого мира, если вы будете внимательны, он завоевывает, расширяясь. Каждый человек, возомнивший себя на основании мифа, сопричастного к Богу или как-то там просветленному, за что-то зацепившемуся, или поток к нему там подцепился, он делает в первостепенной истории одно — порабощает своих адептов. Форма порабощения плюс или минус, других вариантов нет. Воздержавшихся не держим. Так или иначе, или провожаем, или присоединяем. Принцип этого мира. Бог не такой добрый или творец этого мира, не такой добрый, не такой ласковый, потому что мир может развиваться только при помощи конфликта, разрушения. Чтобы что-то создать, нужно что-то разрушить ненужное, потом как-то это форматнуть, очистить, и потом только на этом месте, пустом, поставить, построить что-то нужное. Почему? Если переводить это на бизнес-язык, то первый миллион, он всегда, к сожалению, очень тёмный. Отношения между мужчиной и женщиной всегда мы пытаемся казаться лучше, нежели чем есть. А потом суровая действительность накладывает свой неизгладимый отпечаток. Ну и это даже, ладно, можно с этим разбираться. Тут искажение, я вам даже написала, системная ошибка, чтобы перейти выше, начинается со слова «любовь». И сейчас любовь у нас ассоциируется с абсолютным состоянием сексуальных утихов. И это самое главное, на что, собственно говоря, животная природа человека и делает ставку. Только это и обсуждается. Это не так. Мы будем отдельно с каждой системой разбираться. Сейчас важно понять, что вот Бог строит снизу вверх систему. Она прописана. Это пресловутые наши программы. Не те информационные системки, девочки, старушки, мамкины, завлекушки, открывашки, там и все прочие. А это именно та система, по которой как ступени должен развиваться человек. Значит, первое, с чем нам сталкиваемся, это любовь по отношению к мужчине и женщине и к Богу. Но любовь к Богу первична. Любовь к этому миру, безусловное принятие того и благодарность того, что мы здесь живем. И все, что мы видим, все, что с нами происходит в разные времена, в том числе сейчас, это наши производные мысли, наши чаяния, наши переживания, наши захватнические или наоборот панические внутренние состояния, которые в той или иной степени аккумулируясь так или иначе выплескиваются с общей чашки бессознательно. Есть понимание? Счастье, здоровье, богатство, молодость, долголетие, эффективность и целостный. Вспоминаем занятия назад. Земля, почему она без верхней части? Земля, материи, из материи темной, инферной, при помощи эволюционных конфликтов, особь самая сильная, самая стойкая, самая умная, животный мир выходит первая и за ней все последующие. У человека точно так же есть определенная выбранная животная модель, то ли она пудель или он пудель, то ли он шакал, то ли он волк, то ли еще как-то. Все равно ассоциация с кем-то из животных, то ли котик, то ли птичка, то ли еще там что-то, обязательно есть. Это в бессознательном заложено, и это будет творить так, если человек там остается. Это программная судьба, программная жизнь. Именно вот этими повадками, инстинктами бессознательными животного происхождения и выбор животного берется самостоятельно ребенком где-то лет до пяти. То ли назвали, то ли увидели, то ли как-то там срослось и назвал, и увидели, или назвали и увидел. В общем, вот эта животная система, она работает всегда, когда какая-то, ну, в большей степени природная история присутствует. Вторая система, которая здесь между мужчиной и женщиной срабатывает, это автоматика наших действий. Это те дистанционные образы, за которые мы с вами разговаривали. Кто как научился действовать опять-таки в стрессовых ситуациях, и здесь сразу будет понятно, что одна ситуация пройдена мужская, другая женская не пройдена, будет выходить или животный, кидаться, бросаться, инстинктивная система, или будет выходить родственная душа под названием мамы, папы, или какого-то дяди-родственника. Есть понимание? И здесь наши управляющие системы как восемь систем, через которые прошли мы, не прошли. Надо прояснять, да? Почему как только человек переходит на образное мышление, однозначно ступень животной закрывается? За ненадобностью. У животного образного мышления нет. У него есть только двигательная, программная система прокормиться, поспать, укрыться. Все. Есть понимание? И отдоминировать, если собрал вокруг себя не очень сильных особей. Стальная структура. Значит, это присутствует вот здесь. Это первое вот такое непростое, в принципе, если не зная, я к чему все время это пытаюсь вам сказать. Если вы не знаете, что это такое, пройти это невозможно. Вот просто невозможно. Потому что можно тыкаться в темной комнате с плоскими, с прямыми стенами и знать, что где-то должна быть дверь, а если дверь открывается с обратной стороны, ее открыть никогда невозможно. Есть понимание? Система закладывается в семье, в детском садике, в школе, во всех этих государственных, ментальных системах, законодательной базы, в армии, в институтах. Вот везде, где обучают, где воспитывают, где что-то показывают, одним способом. Вот смотрите. Всегда повседневный опыт, повторяющийся одного и тому же, потому что любая система заточена, чтобы адепт или участник этой системы привыкал делать одно и то же, тогда сознание отключается. Если есть сопротивление или конфликтная ситуация между мужчиной и женщиной, или там один против одного, как конфликты сейчас перейдем, как в настоящем мы это можем с вами увидеть,